всем привет здравия благополучия этот обзорчик у нас сегодня будет больше как бы для фанатов одноплатников где-то мы с вами вообще ну приложили усилия к возврату в третью где-то год назад и вот первые ласточки значит вылетают с хваленными одноплатниками и давайте сравним опять там в основном с одноплатниками существует две модели одни и такие платы старого типа квадратные без всяких здесь отверстий давайте увеличим чтобы вам было понятно это дело вот что они все представляют видите здесь это еще одни из первых вариантов и этот вариант проработал очень долго и из-за того что у него ну как бы технология была нарушена и это плата как мы ее называем пережженная была то здесь начал отваливаются usb порт и уже после многих паек не только нашей то есть он свалился внезапно буквально то есть и дел диагностику volvo x90 и бац связь пропала чешуть ком порт ну в компьютере он велико когда подсоединяешь и вот первая пропайка была самая удачная здесь насквозь пропаял ну разогрел плату пропаял насквозь тонкая проволока все это дело но видно расслойка дальше пошла и здесь в этом варианте очень тоненькие дорожки такие здесь идут на и в т.д. и в что в общем короче это приказала долго жить но ни одно реле не испорчено то есть там есть видео где показано там есть видео у нас где показано как проверять это реле все реле очень эти все нормальные 5 вольтовые такси ком называется и вот очень много сейчас приходит нам писем на почту и в личные сообщения о том что в общем почему не работает одноплатник один парень в общем сам по нашей методе проверил все реле и определил 6 неисправных реле мы его спрашиваем когда ты купил этот прибор он говорит год назад гарантия было полгода на него и как только по закону подлости кончилась гарантия внезапно он перестал работать вот это было характерно слышно по непривычному щелку не уграли как будто одно реле только щелкает туда-сюда остальные все молчат и вот посмотрите видите у него реле четыре с половиной вольта как мы предсказывали что они будут выходить из строя и в данном случае одна ссылка у нас битая там под видео с оказалось ну где мы давали материалы для ремонта этих диагностик убитая и получается так что то есть ремонт здесь будет дороже если допустим двухплатным вы обойдете с тремя четырьмя баксами здесь уже это мы еще нашли то есть 10 штук за 10 евро то есть этих реле обычно они раньше дороже предлагались и не какой-то не нек модель джапан обычные 5 вольтовые реле и вот парень видно там еще как бы не закупал радио детали на алиэкспресс и при спрашивает у нас вот эти реле подойдут эти реле для двухплатного варианта они больше четыре раза чем эти естественно даже учитывая того что он они значит использованы и конечно срок службы будет у них побольше здесь здесь тоже использованные реле я не вижу что они но они 5 вольтовые то есть за два года он два года отпахал отвалилась в usb ну может быть мы попозже сюда пост попробуем поставить bluetooth потому что он прошит горит синим моргает пиликает значит реле исправно и значит есть смысл может быть его просто перевести на bluetooth или кому-то подарить ну посмотрим то есть если произошла расслойка в этом месте потому что то есть людей предупреждали что вы не стараетесь дергать этот разъем то есть они прямо со шнуром уберут кидают бросают и рано или поздно это как я был на одной выставке у меня знакомые он делал таким полу джипом которые на маленькие грузовики похожи пластиковые будки такие и говорит что когда приедешь на выставку рекламировать свой товар там сколько там ну неделю это происходит и проходит тысячи десятки тысяч людей каждый что-то трогает ты залазить туда что-то трогает и там крепеж на болтах после выставки он весь развинчен и он говорит я удивляюсь как так может быть что мы закручивали гайками ну ключами это все дело и винты все раскручены ну ты здесь такая же как потихоньку бьется по одному месту и происходит расслоение поэтому мы говорим что покупайте с блютузами они просто так что там удобно то есть это один еще еще одно объяснение зачем нужен bluetooth потому что здесь в общем большая ошибка что у них usb разъем стоит прямо на плате то есть это мы по нашим как показывать практика не технологично ладно здесь флешкарту один рассунула все там и вы может быть будете доставать два раза в год флешкарта подойдет любая 24 гигабайта сюда так что ребята у кого одноплатники и хваленые вот эти начинаете проверять свои реле возможно будете очень удивлены ну и конечно если вы надумаете покупать одноплатники требуется первым делом супрессор чтобы был правильным в данном случае у нас это газ чтобы этот можно было спокойно совать прибор в грузовик здесь уже китайцы начали ставить диоды вместо стабилитронов чем напрочь убили защиты кайл драйверов их линий вот перенапряжение то есть если на линию придет напряжение больше питания от какого-нибудь там узла то не вылетит то есть защита не сработает и это мы объясняли почему здесь видите отличие еще от двухплатного варианта что в этих цепях коммутации нагрузки стоят диоды шутки то есть везде важных цепях стоят диоды шутки здесь ну и тут в первых моделях стояли стабилитроны на 5 или 15 вольт здесь стояли на 5 то он глючил это диагностика на высоких протоколах но имеется ввиду ником протокол от ножка драйвер тут потом они стали видите ставить нулевики большие места фильтров так сказать экономии вот этот вариант плата он не очень тот получше вариант который вот человек нам прислал то есть этот именно тот хваленый со стеклянными фильтрами как мы называем которые намотаны никакой проволокой и получается место 0 5 ампера то есть здесь как бы защита получается с конфетом дополнительно там получать чуть ли не 5 ампер но больше больше одного ампера точно то есть если что случится фильтр останется на месте у понять все остальное так что вот так защиту нету обычно в автомобилях бнв и так далее все-таки в этих блоках которые там пока соединение пока там стоят супрессоры на входах здесь этого нету тоже поэтому сказать что он более защищенным не можем также и здесь колени тоже на супрессорах не защищается но здесь сам драйвер это делает его наш любезненько отрубили ну и все хотя тут можно эту защиту маленькими супрессорами сделать по 15 вольт схема как это делать у нас есть и на этом и прощаемся со всеми благополучия здравия и удачи